всем привет меня зовут наталья носова мы с вами на канале дарвинский музей дети и как обычно я отвечаю на ваши вопросы когда мы снимали видео посвященное рыбам с необычным устройством головы в частности рыбе молоту то один из наших зрителей внимательный увидел что на заднем плане витрине находится некое животное принадлежащие к отряду сирены но он правда назвал его дюгонием но это не дюгонь а ламантин причем не взрослая детеныш ну вот попросил рассказать об этих животных и как раз сегодня мы попробуем с вами обсудить этот вопрос кто это такие сирены сколько их видов где они обитают и какие интересные особенности у них есть и чем же дюгони отличаются от ламантинов как их различать отряд сирены это отряд растительно-ядных млекопитающих это водные млекопитающие достигающие довольно крупных размеров и взрослые сирены современные могут быть длиной до 4 метров пожалуй они по своему внешнему виду довольно сильно напоминают ластоногих различных например тюлени или моржей но по питанию образу жизни и особенностям физиологии это совершенно другие животные ну и с точки зрения систематики конечно они тоже к моржам не имеет никакого отношения как к другим ластоногим если ластоногие млекопитающие произошли в процессе эволюции от хищных млекопитающих то ближайшие родственники ныне живущие сирен это как ни странно слоны слоны и доманы и вообще они относятся к фротерием также как эти замечательные животные и если тюлени и и другие ластоногие животные питаются пищей животного происхождения разными беспозвоночными например то сирены исключительно растительно-ядные животные и в связи с этим есть некоторые особенности их строение строение их зубной системы строение их черепа их метаболизма поскольку метаболизм у них не очень активный ну и еще надо сказать что эти животные очень теплолюбивые всех сирен можно встретить только в местах с теплой водой они водятся как в соленой воде так и в пресной воде но исключительно в тропиках и субтропиках поскольку отличие от например от тюлени у них совершенно практически не формируется подкожный жир и поэтому ему в холодных водах сохранять постоянную температуру тела просто невозможно и температура воды которая ниже 8 градусов опускается это для них просто смертельно поэтому они любят собираться в каких-то местах теплой водой или в районах теплых течений в зимнее время они тоже собираются иногда довольно большими группами хотя в целом эти животные ведут одиночный образ жизни откуда произошло название но мы с вами знаем что сирены это такие женщины-рыбы или если по-другому сказать русалки это мифологические персонажи из древнегреческой мифологии и как их себе представляли моряки про них существует масса легенд представляли такими красивыми женщинами с длинными волосами с красивыми лицами но при этом с рыбьими хвостами они пели какие-то завораживающие песни тем самым привлекали к себе приманивали к себе рыбаков ну и в результате этих рыбаков топили но если мы посмотрим на настоящих сирен не мифологических то пожалуй трудно себе представить чтобы какой-нибудь моряк соблазнился на такое животное действительно издалека можно перепутать этих животных с купающимися какими-то людьми потому что как правило когда сирены находится воде и питаются водорослями их спина находится над поверхностью воды ну и можно подумать что действительно это какой-то там плавый человек но при ближайшем рассмотрении мы увидим морду с маленькими глазками морда вся покрыта довольно жесткими чувствительными волосками у них нет ушных раковин так что пожалуй на красивую русалку они совершенно не похожи да и звуки которые они издают тоже не напоминают песни мифологических сирен еще в 1493 году во время своего плавания христофор колумб увидел несколько ламантинов в мексиканском заливе и в своем журнале он даже написал что эти сирены вовсе не такие красивые как у гарация но с мифологическими сиренами мы разобрались мы также выяснили с вами что сирены это отдельный отряд млекопитающих вовсе не родственные не китообразным не тюленям это особый отряд у которого есть целый ряд интересных признаков но кстати вот на тюлени чем они похожи в тюлени тоже передние конечности трансформировались в ласты но ласты тюлени достаточно сильные и они при помощи своих ласт могут передвигаться не только в воде но могут передвигаться и на суше они выбираются на лежбище иногда собирается там довольно большими группами а вот конечности сирен в частности ламантинов они совершенно не приспособлены для передвижения на суше но правда есть некоторые особенности анатомические которые напоминают нам о том что предки современных сирен они все-таки были сухопутными животными если мы посмотрим на ласты ламантинов то мы увидим что на их ластах сохраняются такие ноготки напоминающие чем-то вот эти вот копытца ногти у слонов но при помощи своих ластов и животные не могут передвигаться по суше а задней конечности у них абсолютно редуцирована остались только маленькие зачатки костей таза и ветреных костей зато у них есть сильный хвост достаточно вот который помогает в передвижении хотя целом эти существа довольно малоподвижные они такие очень медлительные они никуда не торопятся и довольно большую часть своей жизни они проводят на пастбищах они питаются водорослями питаются различной травой до которые могут дотянуться иногда даже прибрежной и так если тюлени могут выбираться на берег ламантины не могут то в отличие например от китообразных ламантины и другие сирены они держатся у побережья часто на мелководье потому что поскольку они питаются в основном водорослями разным водной растительностью то конечно им не нужны большие глубины в отличие от китообразных которых часто можно встретить в открытом океане в отряде сирен существует два семейства одно семейство это ламантиновые в него входят три вида и ареала этих видов довольно друг от друга далеко расположены во первых это американский ламантин вот это тот самый ламантин которого встретил мексиканском заливе колумб во время своего путешествия есть еще также амазонский ламантин который живет в амазонке и втекающих в нее реках то есть в бассейне реки амазонки это кстати говоря самый маленький вид ламантинов и единственный ламантинов у которых нет тех самых ногтей на ластах на передних которые сохраняются от других видов ламантинов но и третий вид это африканский ламантин как мы видим все эти ламантины друг от друга довольно далеко обитают их ареалы никак не перекрываются вот ну конечно каждый вид имеет некие свои особенности второе семейство которое относится к отряду сирены это дюгоневые то есть это такие морская двоюродные братья ламантинов к дюгоневым кстати относилась и та самая стеллерова корова которая увы вымерла это очень печальная история они на взрослом канале рассказывала варвара миронова и если вы хотите в подробностях узнать что же произошло с морской коровой как все случилось то обязательно посмотрите это видео ссылку на видео я надеюсь вы увидите наверху кстати говоря стеллерова корова была единственным видом в сирен которая жила как раз довольно суровым климате она была открыта экспедиции витуса беринга на командорских островах у побережья командорских островов и это были очень крупные животные которые достигали в длину до 8 метров очень медлительные совершенно безобидные но и это наверное те животные которые помогли все-таки части хотя бы экспедиции витуса беринга и пережить зимовку и выжить в таких очень суровых условиях и так есть два очень ярких отличия которые вы сразу бросается в глаза если вы видите перед собой сирену вы без труда определите кто это ламантин или дюгонь если у дюгоня хвост раздвоенный похож на хвост кита то у ламантина хвост напоминает какую-то наверное округлую лопатку или ракетку для настольного тенниса вот такой примерно формы и это такое очень хорошее отличие которое сразу вам позволит разобраться какое перед вами животное ну и конечно них очень сильно отличается череп отличается голова если ламантина голова округлая то у дюгоня голова как будто такая вытянутая вниз мы с вами в конце видео пойдем в музейное хранилище у нас там чего только нет в том числе есть и скелет ламантина а также черепа дюгоний самца и самки и мы с вами сможем внимательно их там рассмотреть ну давайте все-таки подробнее поговорим о ламантинах прежде всего потому что именно это животное находится в нашей экспозиции в нашей экспозиции находится детеныш а взрослое животное может быть довольно крупным она достигает длину четырех метров и весят в среднем до 400 килограмм правда отдельные крупные взрослые самцы могут достигать веса и 700 килограмм у них очень тяжелые скелеты но в принципе у всех сирен тяжелые скелеты это необходимо поскольку они должны погружаться под воду для того чтобы питаться растениями и поэтому вот например у них очень тяжелая грудная клетка поскольку в костях нет губчатого вещества нет костного мозга кости они состоят целиком из такой твердой костной ткани поэтому скелеты очень и очень увесистые что совершенно необходимо при их образе жизни при этом интересно что дышит они легкими у них очень необычно устроена диафрагма она закрепляется где-то в районе таза и легкие располагаются горизонтально в теле ломантина это вот в сочетании с тяжелыми ребрами с тяжелой грудной клеткой позволяет ему поддерживать все время такое вот горизонтальное состояние в воде и что очень для него удобно когда он питается а питается он большую часть дня кроме того ломантина могут очень надолго задерживать дыхание они могут находиться с задержкой дыхания под водой до 20 минут как так получается если вы пробовали то вы понимаете что 20 минут это как-то довольно много то так вот оказывается если мы при выдохе и вдохе меняем своих легких воздух примерно на 10 процентов то ломантина меняют состав воздуха своего при выдохе и вдохе на 90 процентов то есть соответственно их дыхание гораздо более качественное чем дыхание человека и позволяет им действительно лучше насыщать кровь кислородом и дольше время находиться под водой не вдыхая про скелет тяжелый я сказала но есть у них и другие особенности скелета которая о которых стоит упомянуть о большинством рекопитающих животных за исключением ламантинов и ленивца гофмана 7 шейных позвонков у нас с вами тоже 7 шейных позвонков у жирафов тоже 7 шейных позвонков совсем другая ситуация у ламантинов у них 6 шейных позвонков это действительно такая необычная особенность если говорить об их анатомии то у них еще и необычно маленькое сердце действительно сердце очень маленькая но наверное таким малоподвижным животным это совершенно не мешает масса сердца составляет одну тысячную от массы тела и это действительно для млекопитающих невероятно маленькая доля мы с вами уже говорили о том что ламантина это родственники слонов и вот строение их зубную систему имеет некоторые общие черты с строением зубной системы слонов кстати если вы еще не смотрели видео которое посвящено зубам разным зубам животным обязательно посмотрите вот здесь будет ссылка как мы помним у слонов зубы меняются по принципу конвейера то есть они питаются грубой растительной пищей по мере того как передние зубы изнашиваются они выпадают и на их место стекаются зубы задней части челюсти вот так же по принципу конвейера устроена зубная система и у ламантинов у них тоже по мере того как передние зубы и стираются поскольку действительно они питаются водорослями достаточно грубой пищи плюс еще зачастую в этой пище присутствуют и частички грунта да например песка которые конечно приводят гораздо более быстрому износу зубов то зубы постепенно начинают двигаться вперед вот передней части челюсти замещаете зубы которые к сожалению износились количество зубов правда у них другой не такой как у слонов у них 20 зубов они не такие крупные как у слонов еще интересно у ламантинов отсутствуют резцы зато есть такая роковая пластина которую они захватывают пищу эту пищу перетирают вот еще немножечко хочется вернуться к тому что на их морде довольно жесткие чувствительные волоски вибрисы их довольно много причем расположены они не только с наружной части морды но их верхняя губа раздвоенная и они расположены и с внутренней стороны этой раздвоенной губы если вы смотрите на питающегося ламантина ну допустим в неволе вы где-то видите как ламантина чем-то кормит и очень хорошо можно рассмотреть как устроена его губа очень забавно он раздвигает губу и с внутренней стороны вот эти вот жесткие щетинки вибрисы они очень подвижные и полное впечатление что губа снабжена такими двумя маленькими ручками которые хватают и удерживают добычу и помогают ее отправить в рот вот выглядит достаточно интересно и необычно но еще интересно опять-таки пометую что ламантины это родственники слонов мы помним что слоны это животные долгожители так вот ламантины тоже животные долгожители они могут жить до 70 лет вот срок достаточно большой к сожалению ламантины также как и другие сирены это животные которые достаточно поздно созревает и довольно медленно размножаются созревают они в 6 или 10 лет но в зависимости от вида и в зависимости от того самка это или самец и размножаются не каждый год а примерно один раз в 3-5 лет беременность у самки длится довольно долго это опять-таки тоже то что роднит их со слонами беременность длится 12 до 14 месяцев и крайне редко случается что у ламантинов рождаются двойни чаще всего все-таки рождаются один детеныш который довольно долгое время привязан к матери потому что мать кормит его еще в течение полутора лет молоком кстати вот еще одно качество которое роднит ламантином со слонами молочные железы у них расположены не на брюхи как у большинства млекопитающих расположены на груди но если точнее сказать они находятся в районе подмышечных впадин а вот и соответственно даже случается так что самка продолжает кормить уже подросшего детенышей у нее же родился новый детеныш и вот детеныши прикрепляются к соскам с разных сторон подмышками и самка плывет вот в таком вот замечательном окружении что касается дюгоний мы сказали о двух важных отличиях которые есть у дюгоний да и по которым очень легко отличить от ламантинов это строение хвоста также строение черепа или головы так вот до черепу дюгоний устроен иначе и он очень сильно опущен вниз и если вы видите кормящуюся дюгония то полное впечатление что это такое биопылесос просто его морда так низко опущена и его подвижная верхняя губа она быстро 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 ощупывает дно для того чтобы найти необходимую пищу у дюгоний иначе устроена зубная система совсем не так как ламантинов ламантинов 20 зубов у дюгоний 26 зубов причем есть отличие между самцами и самками и если говорить о самцах то у них два резца трансформируются в довольно крупные бивни которые достигают длину 9 сантиметров и выдаются из челюсти довольно сильно вперед и при помощи этих каков самцы могут и пугать запугивать своих соперников а демонстрируя своем клыке свои клыки могут быть какие-то использовать их в каких-то схватках а кроме того они могут при помощи этих каков например выкапывать какие-то растения из грунта когда они ищут свою пищу у самок клыки тоже есть но они не так развиты вот такой пример когда у вида сирен хорошо довольно развит половой дивоорфизм и самца и самку мы достаточно легко можем по клыкам отличить ну что же друзья на этом пожалуй все что я хотела сегодня вам рассказать а сейчас мы с вами отправляемся в хранилище где дмитрий милосердов покажет нам интереснейшие экспонаты это скелет ламантина и черепа дюгоний пойдемте ты мой хороший это как я понимаю ламантина череп у него нет резцов и вот у него маляры расположена так достаточно далеко и как у слонов работает по принципу конвейера то есть постоянно такое происходит смена зубов что очень важно при питании довольно грубой растительной пищей и позволяет этому животному кстати говоря очень долго жить поможем ламантина тут кстати хорошо видно какие у него ребра у него очень тяжелые ребра тяжелая грудная клетка что ему необходимо для погружения в воду вот поскольку питаются в основном всякой растительностью на дне расположены такие вот тяжелые ребра в которых нет костного мозга то есть они такие состоят целиком из твердого костного вещества поэтому дает возможность ему погружаться и не испытывать неудобств всяких при этом лапки у него тоже чудесные а вот это все что осталось от задних конечностей не густо сейчас мы как раз увидим что зубная система у них очень сильно отличается и вообще ну вот ламантин у нас это детеныш скелет а вот дегони взрослые причем у них совсем иначе устроена зубная система и у самцов а вот я держу как раз руках череп самца у него вот такие вот замечательные бивни то есть ресце трансформируется два довольно больших бивни до 9 сантиметров в длину ну и видно что вообще в целом череп дегони имеет другую форму и он более как бы наклонен вниз вот да можем посмотреть рядышком но единственное что надо помнить что все-таки ламантина это детеныш что взрослые ламантина могут быть до 4 метров тоже а у самки тоже есть маленькие бивни да но они как правило не выступают далеко за пределы челюстью вот то есть они здесь есть но в таком совсем зачаточном состоянии но это как раз какой-то весьма пожилой дегоню зима спасибо дим большое замечательные экспонаты где еще подержишь руках ну кстати да он очень увесистый